Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу посвятить своим румянам, бронзерам, хайлайтерам в своей коллекции. Это, наверное, один из самых любимых продуктов лица. Неден макияж не охотится без румян. Бронзеры так как-то не сильно часто я использую по настроению. И хайлайтеры тоже практически в каждом макияже я использую. Считаю, что... Ну, не знаю, я лично без этого продукта не могу обойти. Считаю, что лицо выглядит как-то совсем скучно, грустно, зеленым. Как-то... Не знаю. Не могу без этого продукта. Начну показывать в своей коллекции, рассказывать. Первые два продукта это от Catrice, такие вот рубяшки. Первый это Chocolate Cream 040. И бронзером. Такой персиковый, на самом деле, шоколадный оттенок. Вот. Сами румяна. И вот это вот второй, как бы, квадратик, который можно использовать, наверное, как хайлайтер. Такие они абсолютно не яркие, подойдут на каждый тень. Здесь не будет. Следующий оттенок это Raspberry Ice Cream. Это малиновое мороженое. Такие вот розовато-малиновые, на самом деле, румяна. Очень хорошо освежает макияж. Квадратик поменьше с блёстками, квадратик побольше матовый. Ну, на руке я не буду показывать, всё будет свечевать. Далее. Румяна от Мак. У меня вообще было двое. Второе я подарила маме своей. Ну, как двое, ещё есть. Но именно в такой вот обычной серии. Одни у меня закончились. Может быть, несколько месяцев от минеральной. Такие были двойные. Хайлайтер и румяна. Остались вот фростовые в оттенке Style. Это такой ярко-оранжевый оттенок. С золотистым таким отливым переливом. Такие летние классные. Но пока что это не очень часто я им пользуюсь. У меня есть другие любимчики. Следующие румяна. Это вот эти вот House. Показывала вам видео про корейские всякие штучки. Они были с пуховкой. Такие розовые. С золотым шиммером. Называются они... Лавли Куки Блаша. Рос Шугар Макарун. То есть, видите, как бы в виде вот этого вот десерта. Такие манимии очень так сильно пигментированные. То есть при растушевке на лице их практически... Ну, видно, но не сильно. Такие на каждый день. Чем-то мне напоминают оргазм. Всемизвестный. Интересный румяна. Следующий румяна от Nubo. Недавно в своем макияже показывала вам их. В 46-м оттенке. Такие яркие. Кирпично-оранжевые. Очень хороший продукт. С первого, прям, можно сказать, ну... Прикосновение кисточкой наносится. Сразу есть оттенок. Ну, переборщить с ними, конечно, можно. Но, ну, если один раз провести... Вот их можно сходить показать. Я думаю, что будет видно. Такие яркие румяшки. И пахнут... Ну, как-то так. Не очень приятно. Зачем, они приятно пахнут, но это какой-то запах такой... Старенький. Так кажется. Ой. Удалилась. Следующее, что я вам покажу, это румяна Мак Wonder Woman. К сожалению, оттенок здесь заклеен. Не знаю. Они двойные. Как бы здесь есть такие персиковые румяна. Ну, их как бьюти-пудра. И здесь румяна... И такие уже как малиновые, скажем так. И... Ну, и темно-персиковые, может быть, даже. С... Шиммером. Вон, два оттенка. Вот этими оранжевыми я как-то редко пользуюсь. Они, мне кажется, очень яркие. На лице они очень ярко смотрятся. Вот этими вот вторыми я чаще пользуюсь. Вообще, конечно, интересно. Так тоже два оттеночка. Здорово. Следующее, что я вам покажу. Ну, наверное, пудру свою любимую Диор. Наконец-то она начала заканчиваться. Тут тоже протираются вне дырки. И тоже вот есть такие яркие румяна. Они очень мягкие. Но... Как-то вот мне неудобно. Почему-то я ими не пользуюсь. Не знаю. Ну, и вообще, они какие-то очень оранжевые. Все, видно. Очень вот так. Рыжие, блин. А пудра с хайлайтером очень хорошая. В этом продукте. Далее. Недавнее приобретение. Румяна от NYX. 08 и Spice. Уже у меня такие были. Только в оттенке Pomp Cafe. Я их тоже успешно закончила. Приобрела новые. Очень мне нравятся. Такие... Тут такой натуральный бежевый оттеночек. Очень интересный. Тоже на каждый день. Вообще, продукт классный. Так выглядит. Пятицветная мозаика. Далее. Румяна Fruity Essence. Честно говоря, еще ими не пользовалась. Все ими стоят. Blush Sarabette. Скоро, я знаю, появятся в продаже в Москве. Вот так все это выглядит. Имеет очень приятный и фруктовый аромат. Золотые блесточки. Ну, пока... Может, когда под загорел, начнем от пользоваться. Следующее... Тоже недавнее приобретение. Ой. Ладно, покажу, что-то попалось. Пудра у меня такая есть. Тот же Wanshee. Беж. 84-я. Это Laprizma матирующая. Она у меня новая. Вот и все лежит. Никак не начну и пользоваться. Все жду, пока Диор закончится. Следующее... Тоже вот недавнее приобретение. Солнечная пудра. Сегодня она у меня на щеках, кстати. Вот видно. Вот так она выглядит. Очень нравится. Красивая. Летний продукт. Следующее... Это хайлайтер от MAC. Прошлым летом была как лимитированная в коллекции. Я его купила. Это Semi-Precious Gold Stone. Смать. И вот так выглядит еще и бронзовый хайлайтер. И здесь такой светлый. ТН2. Ну, бронзовый, на самом деле, как бронзер можно использовать. Ну, конечно, очень блестящий. Но пока как-то я вот не распробовала этот продукт. Мало им пользуюсь. Точнее, серединкой я пользуюсь. А вот бронзовым как-то... Может быть, на загорелую кожу будет хорошо. Следующее, что у меня есть, это Shimmer Brick Compact. В оттенке Pink. Так вот он выглядит. Очень красивый продукт. Яркий, летний. Такое, конечно, придает свечение. Которое... Ну, очень сильное оно. Видно отлично. Отлично. Вот это свечение. Невооруженным взглядом видно. Ну, и также я использую часто как тени. Продукт очень экономичный. Он, в общем, почему-то так медленно расходуется. Следующие два продукта. Вот Катрис Мультикауэр. Тоже я вам их показывала. Очень они мне нравятся. Они очень мягкие. Я использую их как румяна. Такие вот. Безумно мягкие и нежные. Всем советую приглядеться. Что у нас следующее? Вот что? Какой-то кусочек отвалился. Это, видимо, от Катриса. Следующее, что есть, это Benefit 10. Да, так 10 называется. Это бронзер и хайлайтер. Очень люблю этот хайлайтер. Он такой деликатный, красивый. Очень часто его использую. Ну, а бронзер. Бронзер тоже красивый, но очень блестящий. Следующее, что у меня есть, это румяна от Nars. Под названием Oasis. Интересный такой темный цвет. С золотыми блестками. Не знаю, ну какой-то, кажется, такой бордовый. Ну, в общем, что-то такое очень темное. Ну, классно смотрится, нравится им. Так, ну что-то я забыла положить волшебную штучку. Мне нравится их размерчик. Они так удобны с собой брать. Следующий, это у меня есть такой бронзер от B.U. Уже, кстати, давно он у меня, тут уже вообще всё-всё-всё стёрлось. Такая у него пластмассовая упаковочка. И вот сам продукт. То есть здесь золотой такой, как шиммер находится. Очень красивый. И сам бронзер. Хороший продукт. Красивого цвета бронзер. Красивая вот эта вот золотистая пудра. Я и смешивая их использовала, и не смешивая. Но, конечно, бронзер это самый экономичный продукт. Но лично у меня. Так. Что дальше? Дальше есть минералайский финиш. Пудра Medium Plus. Вот, как только я загорю, уже добью. Видите, здесь уже железка. Уже осталось совсем чуть-чуть по краям. Надо допользовать. Обычная пудра. Больше покупать её не буду. Следующее, что есть, это Essence Compact Powder. Пудра мозаика. Всем естественно. Очень приятно пахнет. Я её смешивала. Носила как и румяна, как и бронзер. И полностью на всё лицо. Очень мне нравится. Мягенькая такая. Красивая, золотистая. Очень приятно пахнет. Что следующее? Это Guerlain Terra Inca. На сих пор мы окранились в коробочке. А кто мне прям жалко придавать? Face and Body. Вот так вот выглядит красиво. Раскрывается. Здесь находится зеркало. И вот сам продукт. Потрясающий. Тоже великолепный запах. Ну и сам он очень красивый. Блестит, переливается. Шикарный оттенок. Тоже, как я им пользовалась летом. Но не очень много его использовала. Безумно красивый. Так, что у меня следующее есть? Следующее это тоже новинка. Я вам показала в парадуктах. Новинка от Dior. Dior Skinny Town. Пока ни разу я не пользовалась, честно говоря. Все вот. Жду, когда загорю. Вот такой вот красивый дизайн. И сам продукт. Очень красивая пудра. У меня в самом сверлом оттенке 0.1. Но он все равно как бы такой. Я считаю, что это уже такой цвет легкого загара. Далее есть у меня не тянетан Герлин, конечно же. Тейндор 0.3 оттенок. Я, кстати, очень часто ими пользуюсь. И даже не забываю. Многие уже забыли абсолютно про них. Периодически пользуюсь. Очень мне нравится. Ой-ой-ой. Кстати, полетела сразу. Вот так они у меня выглядят. Если у вас они плохо набираются на кисть, то я просто взяла несколько шариков разного цвета. Вот так вот руками их покрошила. И теперь у меня просто продукт. Вот весь аж пылит. Одна пыль у меня. Даже вот тут на пуховочке видно. Все отлично набирается. Просто надо несколько растолочь шарик. Пыли хоть и добавляй. Так, и что? Следующая есть. Это... Это палетка от Катрис. Я уже вам показывала. И здесь два оттеночка румяна. Очень красивые, достойные. Мне нравится. Вот этот оттенок очень похож на румяна Нарс. И по качеству даже как-то он более мягкий. Тоже какой-то бордовый. Ну как... Бордовый, то есть не так описать. Все такие темненькие, золотыми... Упа. Золотыми блестками. Вот этот верхний. Очень красивый оттенок. Но он даже нет. Я, конечно, что-то преувеличиваю. Он какой-то более фиолетовый. Какие-то дела? Нет. Вот. Вот этот полосочек. Вообще-таки яркие румяшки. Вот. Вроде бы это вся коллекция. Вроде ничего не забыла. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.